Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы». Чтение на каждый день. Печалиться ради Бога может только тот, кто его любит. Размышления на послание к Коринфянам, 7 глава, с 9 по 11 стихи. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Жизнь и смерть зависят от печали, которая наполняет сердце того, кто согрешил, кто поступил неверно. Если нас печалит только то, что мы опозорились перед людьми, тогда мы на пути к смерти, потому что нас наполняет мирская печаль. Если же мы печалимся о том, что огорчили Господа, что через нас поносится Его имя, тогда мы будем каяться и исправляться, потому что опечалились ради Бога. Печаль ради Бога не проходит бесследно. Она побуждает нас к покаянию за свои грехи, ошибки, упущения, за неверность Господу. Печаль ради Бога вызывает негодование на поведение, которое заслуживает осуждения. Апостол Павел обращает внимание коринфян на то, как хорошо повлияла на них печаль. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Печалиться ради Бога может только тот, кто его любит. Петр отрекся от Господа, но любовь вызвала у него слезы раскаяния. Он печалился о том, что огорчил Господа, потому каялся искренне, и Господь простил его. Совсем по-другому вел себя Саул. Когда Самуил обличил его в том, что он не послушался Господа, Саул стал оправдываться, и лишь когда он увидел, что оправдаться не сможет, то сказал. «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшими народа моего, и пред Израилем». Первая книга Царств, 15 глава, 30 стих. Саул не сокрушился о том, что огорчил Господа, что проявил неверность Ему. Самое главное для Саула – не уронить свое достоинство в глазах людей. Эта забота произвела в нем духовную смерть. Знакома ли нам печаль ради Бога? Сокрушаемся ли мы о том, что Божье дело терпит урон? Что мы сами духовно ослабеваем? Что наша молодежь не такая ревностная, как в других церквах? Моисей искренне беспокоился о Божьей славе и просил не истреблять согрешивший народ. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Книга Исход, 32 глава, 14 стих.